Приветствую вас, друзья! Вы на канале Проще Простого, где я проще простого и в доступной форме делюсь с вами не сложными, но вкусными рецептами, лайфхаками по ремонту квартиры и разной техники, а также делаю обзоры на самые разные темы. А если вы подпишетесь, поставите лайк и напишите комментарий, вы поможете продвижению канала. Итак, поехали! Итак, друзья, еще раз здравствуйте! Сегодня на обзоре все-таки, все-таки написали мне делать обзор тоже и бюджетный вариант виски. У меня сегодня на обзоре вот такой вискарь, вискарь совершенно новый. Вы знаете, что самое странное? В интернете единственный обзор на него был и его довольно-таки хвалят. Но это не значит, что и буду хвалить я. Вы-то знаете! Ну вот этот виски довольно-таки новый. Здесь очень мелко, очень мелко все написано. Виски это Дагестан, выпускается в Дагестане. Джей Джей, здесь написано почему-то Джоул Джоул, бренд номер 7. Вот, посмотрите, какая бутылочка. Бутылочка довольно-таки симпатичная, вискаревая. Я к бутылке придраться я не могу. Но вот почему бренд номер 7. Есть такие же вискарики бренд номер 9, бренд номер 11 я видел. Друзья мои, я весь интернет перешерстил. Я так и не нашел. Почему бренд номер 7, 9 и 11? Разные этикетки. Тут красная этикетка, зеленая и вот синяя. Не знаю состав. Очень все мелко написано сзади, но я прочитаю. Состав такой. Висковый дистиллят солодовый, солодовый, висковые зерновые дистилляты. Ну ладно, выдержанные не менее трех лет. Ну что ж, поверим. Вода питьевая, умягченная и краситель сахарный колер. Ну что ж, классический набор обычного бюджетного вискаря. Что от него ждать? Сильного такого букета я не знаю и думаю, что тут его не будет. Но, я вам признаюсь честно, я очень-очень давно не брал российские виски. Ни белорусские, ни российские. Ну, по крайней мере, сегодня мы это дело попробуем, продегустируем. И, коли этого вискаря нет практически в интернете, когда выпустился, когда какой точный состав, что описания ничего нет. Ну вот они, правда, честно тут написали 1981 год. Наверное, думаю, дата выпуска здесь на бутылочке 2006-24. То есть, это, наверное, разлив, как говорят. Ну, я не думаю, что это где-то в ванной разливали. Все-таки надеюсь, что это дело разлили на заводе. Ну что ж, Дагестан так Дагестан. Будем пробовать, друзья. Пробка обычная. Ничего здесь такого нет. Сразу налью. И туда, и сюда. А! Все, что я узнал об этом вискаре, настаивают его в бочках. Видимо, в своих. Но и не из-под бурбона, не из-под хереса, как это делают большие такие известные бренды. А не поверите мне, из-под коньяка. Бочки из-под коньяка. Видать, коньяк все высосал оттуда. Ну и получается, ну, вот слабенько так за три года. И то, это колер, наверное, друзья. Все-таки колер тут есть. Не только, наверное, для сладости, но и для цвета. Ну что ж. Должно, наверное, отдавать коньячком чуть-чуть. Ну, сейчас мы это посмотрим дело. А вот да, друзья. Отдает. Отдает. Вискарный запах есть. Но отдаленно, отдаленно что-то коньяком. Я не знаю даже, хорошо это или нет. Но это ново. Это точно ново. Мне такое не приходилось. Такое ощущение, что виски намешали чуть-чуть коньячком. Ну, коньячок вроде такой... Запах приятный. То есть, сивуха есть. Ничего я не говорю. Сивушные масла тут есть. Ну и зерновые спирты, это дистилляты. Ну что ж. Они здесь обещают, что там карамель, дубовые нотки. Ну, в общем, набор обычный. Бла-бла-бла. Ну, не знаю. Вот сейчас я чувствую, я чувствую сейчас коньяк. Я чувствую недорогой запах вискаря. Вискаря это значит как сивушные нотки тоже. Ну и каких-то, можно сказать, сухофруктов. Хорошо из этого бокала. Нет, здесь такого букета нет. Все улетучилось сразу. То есть, если вы хотите почувствовать запах, непременно надо нюхать из таких бокалов. Здесь это не пронюхивается. Здесь просто налил и выпил. Ну что ж, друзья. Попробуем отсюда. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что тут богатый вкус. Да, сивуха слышу, сивуху слышу. Ну и запах вискарный. А вот коньяк на вкус сейчас пока не идет. Сейчас еще разок попробуем. Какого-то отсюда. Бочку-то слышу. В общем, спиртозность есть. Но, я за такую цену, друзья, пил виски гораздо хуже. Ну, я не буду его прям сильно так хвалить. Но, довольно-таки, сносный напиток. То есть, если хотите просто без заморочки взять вискаря и выпить вискаря, вполне возможно. Конечно, не наслаждаясь там чем-то. Вот пока вот так я сделаю. У меня здесь есть остатки. Скажите. Ну, ты, гурман. Сравниваю с Джека. Ну, Джек на Дже. Тут тоже Джей-Джей. Ну, хорошо бы, конечно, сполоснуть. Ну, ничего. Я думаю, Джек перебьет. Да. Да, сивухи здесь меньше в Джеке. Здрасте. Ну, тут двойная фильтрация через трехметровый слой этого угля кленового, сладкого, американского. Нет, ну, конечно же. Ну, все-таки коньяком отдает немножко. Знаете, я даже сравнивать не буду. Джек по-любому лучше. Вот по-любому. Ну, да ладно, друзья. Итак. Определились. Чувствуется молодой вискарь. Невыдержанный. Хвалить сильно не буду, но и ругать сильно не буду. Что здесь значит? Деревяшка идет чуть-чуть. Совсем немножко идет коньячного запаха. Наверное, я не знаю, в Дагестане коньяк делают, друзья. Если знаете, напишите, что за бочки там такие. Коньячные. Либо они закупают куда-то. Я не знаю. Значит, чуть-чуть сухофруктов. Карамели я не слышу. Севушка. И вот стандартный такой. Стандартный дешевый вискарек. Не самый плохой, но и не хороший, друзья. Ну, собственно, все. Но как же нам не попробовать, друзья, без колы? С колой-то мы его обязательно попробуем. Две трети колы, а одну треть вискаря. Может, надо было бы колы налить побольше. Но тогда бы совсем я бы не почувствовал вискарь. Знаете, что я сейчас подумал? Джек Дэниелс, номер семь. И Джей Джей, бренд номер семь. Может, их гложет успех Джека номер семь. И они решили тоже бренд номер семь сделать. Может, это такой маркетинговый ход, друзья. Ну, а номер девять и одиннадцать, они не знаю, для чего сделали. Типа, у нас там может быть еще лучше. А дальше еще лучше. Не знаю. Если... Вот меня почему-то такая мысль сейчас посетила. Ну, что вы думаете об этом, скажите. Итак, с колой. С колой совсем другое дело. Но с колой почему-то мне дает сейчас горчинку. Пить это очень даже пивабельно, нормально. Но вот без сколы горчинки я этой не чувствую. А вот с колой почему-то чувствую. Я не знаю почему. Горчинка, коньяка напрочь не чувствуется. И сивушные такие ногти. В общем, вердикт, друзья, в гости брать или не брать, да нет, не надо. Женщинами, думаю, не оценят. С колой может быть и будет. Ну, а в гараже с друзьями, да, смело берите. В гараже пойдет вискарик этот, он недорогой. И будет вам счастье. Ну, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Не понравилось, ставьте дизлайки. Но все равно подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok